Украинские защитники освободили еще 7 населенных пунктов Херсонской области. Всего в регионе их деоккупировали уже 53, заявляют в местной военной администрации. В ответ российские военные продолжают обстреливать в освобожденную территорию и активно стягивают технику. От чего зависит успех украинского контрнаступления на юге и что стало ахиллесовой пятой для россиян? Об этом мы говорим дальше и расскажет больше подробностей журналист фактов Тижня Павел Васильев. Ночной ужас для российских оккупантов. Как наши хаймарсы превратили Антоновский мост в дырявый бетон? Достаточно ли у Кремля живой силы и техники, чтобы удержать Херсон? Любой технически грамотный человек, имевший дело с техникой, вам скажет, что консервация техники это миф. И почему Путин сейчас в худшем положении, чем Гитлер после высадки союзников в Нормандии? Факты Тижня анализируют ситуацию на Южном фронте. Нам нужно подойти на расстояние выстрела нашей артиллерии. Там 15-20 километров. Вот она, большая и независимая страна. Если посмотреть на карту российско-украинской войны, то успехи Украины очевидны. Северный фронт. Россияне разгромленные сбежали в Беларусь. Харьковская область. Жестокие бои, но ни одного крупного наступления. Донбасс. Так называемая российская спецоперация уже явно затормозила. Единственное, что россияне пока еще могут выдавать за собственный успех, это оккупация части южных регионов. Но и здесь у них уже большие проблемы. Пострел! Сейчас россияне полностью контролируют Приазовское побережье. Частично оккупированы Донецкая, Запорожская и Херсонская области. И это позволяет через оккупированный еще в 2014 году Крым обеспечивать войска. Главные пути снабжения – автомобильные магистрали и железная дорога. Чтобы их защитить, россияне даже притащили сюда бронепоезд. Но и этот южный плацдарм, похоже, скоро станет ареной смертельного испытания для захватчиков. Уже несколько недель украинцы переживают, а как там Антоновский мост возле Херсона? Чуть ли не каждую ночь туда прилетают украинские гостинцы. И вот так западное высокоточное оружие превращает прежнюю главную транспортную магистраль в исключительно пешеходную зону. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк объясняет, в мосты это Ахиллесова 5-та российской армии. А так как Херсон на противоположном от Крыма, правом берегу Днепра, Антоновский мост – военная цель с наивысшим приоритетом. Конечно, все это было просчитано. Конечно, что это имеет смысл. Поэтому действительно, если вы посмотрите на карты, то видно, что этот мост имеет огромное логистическое значение. И, конечно, что контроль над этим или предотвращение передвижения сил и средств противника на этом направлении является определяющим по любым планам по Херсону. Выходит, действительно получается, что наши хаймарсы дарят надежду снова увидеть украинский флаг над Херсоном? Давайте разбираться, как долго у России будут силы отбиваться от ВСУ на юге и что враг может противопоставить нашему контрнаступлению. Но для начала короткое географическое отступление. Юг Украины в основном – это голая степь, где очень трудно спрятаться. Это наглядно показывают вот эти кадры учений запорожских минометчиков. Поэтому каждый холм или овраг, посадка, село, не говоря уже о городах, становятся узлами обороны или же настоящими крепостями. Что уж говорить о реках, переправы имеют стратегическое значение, особенно если учесть, что на юге их считаны единицы. По большому счету, вся правобережная группировка российских войск на Херсонском направлении привязана только к четырем путям снабжения. В первую очередь, уже известный на всю Украину Антоновский мост. Во-вторых, мост через Дамбу Каховской гидроэлектростанции. Далее переезд через Ингулец в Лиздарьевке. И еще один Антоновский, но уже железнодорожный, чуть выше по течению от автомобильного. По мнению военного обозревателя Михаила Жирохова, этот железнодорожный мост даже важнее автомобильных. Дело в том, что российская армия, она, начиная с советских времен, имеет такую огромную проблему. Полностью зависит от железнодорожных поставок. Поэтому уничтожение или выведение из строя железнодорожного моста – это более важно с военной точки зрения. По сообщениям местных жителей, этот мост также поврежден. И насколько он поврежден, неизвестно, но понятно, что по нему сейчас нет никакого движения. В свою очередь, полковник СБУ, народный депутат Роман Костенко, с марта, сражающийся на Южном фронте, утверждает, задача даже не уничтожить мосты, а просто сделать так, чтобы россияне не могли ими пользоваться. Даже не полностью нам нужно подойти к Днепру. Нам нужно подойти на расстояние выстрела нашей артиллерии. Там 15-20 километров. Чтобы мы могли четко держать это под визуальным контролем. С помощью БПЛА или с помощью визуальных наших агентов. Тогда этот контроль дает нам возможность полностью контролировать мосты. И враг долго не сможет там находиться. Поэтому есть формы, есть методы, есть тактические приемы. Я думаю, что командование их знает. Так что не будет мостов, не будет и снарядов. К тому же американские хаймарсы превратили жизнь россиян в настоящий ужас, уничтожая их технику и боеприпасы. Как результат, то, что сами артиллеристы называют снарядным голодом. А без поддержки артиллерии россияне воевать долго не смогут. Но гарантируют ли нам успех уничтожение мостов? Армия РФ постоянно тренируется форсировать водные препятствия, наводить временные переправы, способные выдержать не только грузовик со снарядами, но и колонну танков. Достаточно лишь вспомнить, как россияне упорно форсировали северский Донецк, не жалея ни техники, ни своих солдат. Россияне будут держаться за юг до последнего. Есть возможности для наведения понтонов. Как мы видели, это в Харьковской области, Донецкой области, Черниговской области в начале войны, когда россияне наводили эти мосты даже под артиллерийским огнем. Например, мосты в Черниговской области возле Шестовицы они наводили четыре или пять раз. То есть их уничтожала украинская армия, они их наводили, снова уничтожала, они наводили снова. Другое дело, даст ли украинская артиллерия шанс противнику воспользоваться понтонными переправами. В Луганской области такие попытки стоили россиянам очень дорого. Только возле Белогоровки на одной переправе они потеряли по меньшей мере сто машин и около четырехсот военных. Но когда это русские генералы считали солдат? Вот и сейчас для того, чтобы удержать юг, а похоже в Кремле не сомневаются в вероятности нашего контрнаступления на этом направлении, Москва ищет новое пушечное мясо. В Кремле объявили о формировании так называемых добровольческих батальонов, более того, даже отдельного корпуса. Задача пропагандистов показать якобы всероссийскую поддержку агрессии против Украины. Сегодня в Грозенском аэропорту провожают очередную группу добровольцев, которая состоит из более чем двухсот человек. Правда, такая пропаганда уже меньше действует на россиян. Это попытка внутренней пропаганды каким-то образом решить вопрос о неготовности России к широкомасштабной войне. Они не готовы и были, и остаются. Количество сил и средств, которые они могут сконцентрировать, недостаточно для того, чтобы вести операцию одновременно на нескольких направлениях и захватить такую большую страну, как Украина. Они этого сделать не могут, и сейчас они пытаются приобщить своим вооруженным силам как можно больше людей. Люди идти не хотят. То есть у них идет по плану, но качество этих новых подразделений, оно чрезвычайно низкое. Израильский журналист Авраам Шмулевич, внимательно следящий за российско-украинской войной, говорит, по сути, все так называемые добровольцы это обычные наемники. Москва обещает им заоблачное, особенно по меркам регионов, зарплаты. Но, как обычно, обещания не выполняются. Уже достаточно много сообщений идет совершенно различных регионов, то есть это массовое явление, что тем, кто заключил такие контакты от российского военнослужащего, им не выплачивают всю сумму. И уже то, что люди не получают, эти наемники не получают, то читающиеся денег, будет, конечно, сказываться на их мотивации. Да и воевать на оккупированном юге россиянам, по сути, нечем. Большинство новых российских танков и бронемашин ВСУ превратили в металлолом. Сейчас Москва достает заначку ранее законсервированные танки и крупнокалиберные пушки. Любой технически грамотный человек, имевший дело с техникой, вам скажут, что консервация техники – это миф. Потому что законсервировать технику, а потом быстро ее расконсервировать, как правило, не получается. Потому что если техника не работала десятки лет, то она работать не будет без серьезных ремонтных работ. И с этим они сейчас сталкиваются. То есть у них на бумагах большое количество техники, а по факту они поставят на боевое дежурство гораздо меньшее количество. Доходит до смешного, то есть до прибытия в Украину танков Т-62. Когда этот танк был разработан, российский министр обороны Шойгу как раз пошел в первый класс. Если проводить аналогии со Второй мировой войной, то сейчас Россия в худшем положении, чем Германия после высадки союзников в Нормандии в 1944 году. Тогда Гитлер получил войну на два фронта. А Путин пытается что-то сделать на трех оперативных направлениях. Харьковская область, Донбасс и Херсонский фронт. А поскольку ресурсов у России для достижения успеха на трех фронтах сразу нет, это открывает возможности для маневра в СУ. Иными словами, общую ситуацию на юге можно оценить как очень осторожный оптимизм. Если правильно там принимать решения, если правильно распределять силы и средства, я думаю, там можно добиться успехов в нескольких направлениях. То ли в окружении врага, то ли в отражении врага, или в дальнейшем для недопущения его наступления. Это уже как будет принято решение. То, что я наблюдаю по расстановке сил и средств, мы там по артиллерии по нескольких направлениях имеем инициативу. Это благодаря нашим артиллеристам, благодаря правильной организации системы огня. В то же время, говорит Роман Костенко, наши дальнейшие действия на юге это, во-первых, военная тайна. Во-вторых, известны только высшему военному и политическому руководству. Да и многое будет зависеть от того, что будут делать россияне на других фронтах российско-украинской войны. Другими словами, спрогнозировать, как будут развиваться события на юге, не зная планов Путина, невозможно. Но факт остается фактом. Возле Херсона уже ВСУ диктуют свою волю. А деоккупация региона означает не только перспективу освобождения Запорожской области. А значит, встреча херсонских арбузов с виноградниками Севастополя это всего лишь вопрос времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова